Почему пенсионная реформа стала возможной? Потому что они не видят в нас с вами силы. Потому что мы разобщены, неорганизованы. И они думают, что мы не сможем встать во весь рост и схватить их за горло. На самом деле есть давно проверенный метод. Это организованная всеобщая забастовка. Лишь тогда, когда встанут заводы и фабрики. Когда закроются школы и вузы. Когда будет парализована инфраструктура. Лишь тогда эти сволочи, проводящие антисоциальную политику, научатся нас уважать. Я думаю, что то, что они называют пенсионной реформой, имеет одно название. Крепостное право. Рабство. Поэтому я считаю так. Я против, чтобы Путина и Медведева просто отправлять в отставку. Их должен судить суд народного трибунала. Мы с вами. Мы страну потеряли сегодня. У нас нет своей страны. Мы сегодня здесь бесправны. И вернуть право сегодня – это огромный труд. И сегодня нас подталкивают к гражданской войне. Я официально говорю, нас ведут к гражданской войне. Потому что власть обратно нам никто не отдаст без боя. Они нам говорят – плати за войну, плати за военные бюджеты. Но каждый четвертый рубль мы украдем. И это только официальная статистика. По данным счетной палаты, на госзакупках воруют 1,9 триллионов рублей. В два раза больше ежегодно. Компания «Роснефть». Ее возглавляет Игорь Сечин. Она принадлежит не государству напрямую. Эта компания принадлежит прослойке «Роснефтегазу». И именно там оседают его доходы. Точнее, доходы «Роснефти», которые он превращает в свои. Я считаю, что лучше забрать наши с вами деньги с добычи нефти у Сечина и отдать их пенсионеру. Вот наступило время, когда нужен, очень нужен голос народа. Громкий, настойчивый и сильный. Смотрите, как издевается над нами власть. Над нашими детьми, над нашими внуками. Что это такое? Жить не на что? А работать надо до смерти. И поэтому от имени нашей партии, от имени франции я призываю вас к сопротивлению. К сопротивлению против этих жалких инициатив. Мы должны показать свой протест. Только протестом, только гражданской позицией можно действительно поставить эту власть на свое место. И мы заявляем сегодня, правительство в Аклаве с Кенгеневым узурпатором власти в отставку. Отставку! И всех депутатов законодательного собрания, которые поддержали эту реформу, в отставку и отставку! 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 Власть нынешняя, она очень похожа на такого наркомана, который из дома все продал, а сейчас еще запустил руку в карман к маме, к бабушке и ко всем остальным. Вот что такое нынешняя власть в Российской Федерации. Так он перед кем себя хочет показать президентом страны всех или только избранных? Поэтому я согласен с теми предложениями, которые здесь прозвучали, что такой президент нам не нужен. Я говорю свою личную точку зрения, но я думаю, что с моей точки зрения согласны очень многие, если не большинство присутствующих здесь на этом митинге. Наша задача очень простая. Не сдаться, не сломаться. И в следующий раз, когда будут принимать законопроект во втором чтении, нам надо собраться здесь. И не в таком количестве, а желательно, чтобы это была вся Вологда, и сказать свое дружное и твердое, нет этой поганой реформе, нет! Сколько можно это терпеть? Все сферы, правильно, все сферы страдают. Медицина, образование. Зато они увеличили количество полицейских. Зачем они нужны? Против кого они? Против нас с вами. Не надо. Медведев, правительство, и Путин готовит нам нищенскую старость. Это касается молодых. И не надо молчать. Надо выходить. Мы говорим твердое нет. Более того, смотрите, они говорят, мы будем обсуждать, но у нас нет не только референдума, у нас не только нет этих депутатов, у нас нет, оказывается, даже пенсионной реформы. Они запретили использовать это слово. Вдумайтесь, нельзя говорить даже об этом в СМИ. Но здесь я, правительство, согласен в одном. Это не пенсионная реформа. Это пенсионный дефолт. Они отказываются выполнять свои обязательства. Они обманывают нас всех и продолжают обманывать. Они врут про продолжительность жизни. Вдумайтесь, они говорят, что после принятия этого закона продолжительность жизни вдруг вырастет. Вы представляете, как чудесно работает Госдума? Три брата за полтора года умерли. Старшему было 62 года. Среднему было 59. А моему было 56 лет. Он вышел с 50, мы работали на химии. Он всего 6 лет успел получить пенсию. О каких 65 лет может идти речь? О каких? Социологические опросы показывают, что против повышения пенсионного возраста выступают уже более 90% граждан. Но даже это не останавливает инициаторов реформы и инициативы правительства. Правительство намерено решить проблемы пенсионного обеспечения за счет повышения пенсионного возраста. Нехватка денег в пенсионный фонд выглядит особенно целищно. На фоне многомиллиардных расходов на различные увеселительные предприятия. Сочинскую арбеаду, чемпионат мира по футболу, сам пенсионный фонд не скупится на строительстве шикарных апартаментов, на собственные нужды за счет пенсионных накоплений. Против антинародной, антисоциальной, так называемой реформы, инициативы по повышению пенсионного возраста. Эта реформа войдет в историю самыми черными красками наряду с шоковой терапией Гайдара, наряду с дефолтом 98-го года, наряду с монетизацией льгот. Всем, кто принимал участие в принятии этих законов, будет стыдно. Мы требуем депутатов Государственной Думы от Новосибирской области Андрея Каличенко, Максима Кудрявцева, Александра Карелина и Александра Жукова стать монтат депутата! Стать монтат! Стать монтат! Стать монтат! Правительство, господин Медведев, Единая Россия нам нагло врут. Первое. Второе. На сегодня 81 миллион граждан в нашей стране находится в трудоспособном возрасте. Но пенсионные отчисления, пенсионный фонд платит только 56. Где еще 25-30 миллионов? Ответ на этот вопрос правительство дать не может. Не может, потому что не может принять эффективных мер, чтобы люди сегодня работали в светлую, чтобы не было черных зарплат, чтобы завтра эти люди не остались без пенсии вообще, потому что дальше их ждет только социальная пенсия, она еще на 5 лет позже, чем та, что предлагается. А это 3 триллиона дополнительных доходов в пенсионный фонд. Наши господа, правительство Российской Федерации, правительство Ульяновской области, Единая Россия сегодня защищает интересы только богатых и сверхбогатых граждан. И показали они это очень жестко. Это мы увидели. Я два дня назад общался с двумя полицейскими чиновниками. Они мне сказали следующее. Выберите вы миллион, мы начнем стрелять. Знаете, потому что они выходят на пенсию в 37 лет, они получают 30 тысяч пенсии, 70 тысяч зарплаты, и каждый полицейский офицер, выходя в 60 лет на пенсию, получает полтора миллиона поддержки государственной из наших налогов. Полтора миллиона. Они получают это каждый. И за эти деньги они реально будут стрелять. Я спросил, будешь стрелять безоружных? Он говорит, да. Я говорю, несмотря на то, что там будут стоять твои соседи, родственники? Он говорит, да. Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной!